Начнем очередное полу-юбилейное заседание нашего семинара, потому что по моим подсчетам получается, что сегодня у нас заседание номер 150, о, 250, так что не так уж плохо. Значит, у нас получается, что как семестр начался серий тем из двух семинаров, имеющих отношение к биологии, то есть сейчас, похоже, нас ждет небольшая серия, имеющая отношение к инженерному делу. Сегодня Игорь Алексеевич Елен расскажет про город, как судовая сеть, то есть это, видимо, связано с такой прикладной теорией. А в следующий раз Борис Викторович Застов расскажет про освоение инженерного профессионализма на примере участия в разработках внедрения систем для кораблей БМХ. Тут в аннотации это не написано, но это участвовало в обсчете экранопланов. Узнаете, что-то среднее между самолетом и кораблем. Летаем только низко, но за счет того, что низко поверхность, которая происходит взаимодействие, грузоподъемность ближе к корабле. Вообще, может, и высоко. Но тогда, как я понимаю, энергия больше. По-моему, это вот в Ниженове Алексеев начало заниматься, а потом... Ну, это мы увидим через неделю. О чем конкретно будет рассказывать этот экологик. У него еще посадочная скорость максимальная. Значит, по ряду входит список для записи присутствующих. Я на всякий случай пропускаю несколько объявлений про сегодняшние и следующие семинары. Кому интересно, можете себе оставить. Кому интересно, передайте сессию. Передаю слово на сегодняшний господин Алексеевич. Значит, традиционное направление нашей кафедры, вот кафедры на Магистров, Магистров, Магистров на Кафедры, это кафедра, и это моделирование транспортных водопроводов. И, значит, вот несколько дипломников, магистров уже, магистрских работ защищено уже моими дипломниками по категории общественного транспорта Москвы, Петербурга и так далее. Это связано как-то с тем, где-то обращенников, точнее время? Нет, не связано. Они транспортными, автомобильными, а на общественном транспорте. Вот я лично общался. У нас тоже есть и автомобильный общественный транспорт. И совсем разные подходы. Они с сетевой, по-моему, не используют вообще. У них там уравнение гидродинамики, насколько я. То есть, транспортными потоками можно оказывать... Да, с этим много подходов. Достаточно. Но, по-моему, на мой взгляд, это уже как-то тема все изжила, исчерпала в каком-то смысле. В этом смысле общественное транспортное общественное транспортное общественное транспортное общественное. Это такая новая тема, сравнительно мало публикаций в мире, поэтому... У нас вообще, наши публикации, это единственное на русском языке, мы эти студенты. И вот сейчас у нас новый этап на кафедре. Мы начинаем заниматься количественными вопросами урбанизации. Это сейчас тоже довольно мощное направление. Я тут все расскажу. Если... Ну, может, если... Попробую докладов, конечно. И еще такой вопрос в том. Это орган группы держательников, у него на один, там, как я понимаю, из разных институтов люди привлечены. Они в какое-то время финансировались по линии московского правительства. Да, да, да. Это была конференция в этом году международная. Это, там, не конкурсис, он план, но... А власть московского правительства что-то получается? Нет, ничего не получается. А это кто оплачивает? Это, так сказать, бюджетные деньги. В московском бюджетные деньги из каких? Ну, обычно, так сказать, вот я на полставке, вот здесь, на кафедре, работаю. Впишно. И плюс... Что? Впишно. Впишно. Потому что тело, в общем-то, актуально. Понятно. Потому что, ксомненно, актуально. Понятно, потому что в той группе удалось оторвать на это тело московские деньги. Нет, нам пока не удается ничего оторвать. Ни гранты, ничего. К сожалению, потому что это не считается фундиментальным, если это не увидим. Ну, короче, вот, не получается пока. А, да, извините. Да. Значит, и вот новый этап, и нужны люди на этот новый этап. Вот, это вот этап, вот, в отличие от этого урманизации, где включаются и моделины дорожных сетей. Ну, вообще, вот, с точки зрения теми, а то, что сетевых подходов мы хотим заниматься. Вот. И, вот, я думаю, если кто-то заинтересуется этим работой, мы надеемся, что мы это рекоментировали. По грандам. Вот. Вот, значит, ну, начинаем. Значит, вот содержание моей сегодняшней лекции. Значит, ну, современная теория вот сложных сетей начала с понятия теории шестерых побажателей. Понятия, а потом и теории возникло этого издевления. И, в принципе, еще, ну, на самом деле, нечестного мира. Вы все хорошо знаете, да, что такое теория шестерых или феномен шестерых побажателей. Это каждого человека можно соединить с любым человеком на другом шаре цепочкой из шести побажателей. Ну, давайте, например, вот, сколько побажателей от меня, да, ну, скажем, до президента Путина. Ну, вот, я скажу. Да, хорошо. А, хорошо. Похоже, не работает. Да, все в порядке. А там еще внутри надо включить. Здравствуйте. 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 Если можно... Да, если... Надеемся. вот сколько уважать от меня я могу поздороваться за за своим директором института и он же сам кафедрой нашей академии значит он естественно может поздороваться за руку с фортовым, а фортовым уже за руку здоровается с президентом россии, то есть я в тему проживу пожатий от президента россии ну сами посчитайте свои дистанции то же самое вот примерно так ну там у всех может быть вернее там какие-то вариации, но в принципе так оно случается очень близко к этому поэтому все и называется Шумер Тесен, Смоловок вот и значит ну ладно, вот теория графа я потом немножко дальше продолжу эту тему что всех попажать значит ее основал, как вы знаете российские ученые швейцарского происхождения Илья Афгелья вот в 1741 году он приховал работу он же тогда жил в Петербурге и работал в Петербурге вот когда он написал работу он написал статью, работал по, значит, синим мостам Кенигсберга вот здесь показана центральная часть старого Кенигсберга сейчас это все не сохранилось вот видите, там есть острова, которые соединены с остальной частью города с семи мостами и вот он показал, что для того, чтобы если мы захотим пройти пешком по всеми семи мостам мы один из мостов обязательно посетим дважды вот и вот с этого началась теория графов и одновременно можно считать, что это основа современно начало, так сказать квантовой количественной теории урбанизации то есть вот в этой же статье одновременно видите, первую часть городской территории разобрал эти графы вот и тем, чем сейчас очень, так сказать, интенсивно занимаются вот те, кто работает в этом направлении значит и вот теория шестерок квадратии значит, как ни странно впервые эту гипотезу выдвинул не ученый а венгерский писатель вот его портрет это Фриди Каренсини у нас он совершенно неизвестен у нас нет ни одной работы его ни одной книжки приведенной на русский язык но венгер он достаточно ну, известен, короче не потому, что он там так сказать классик венгерской литературы но, тем не менее, он известен так вот, он видите, в 1929 году опровел сборник статей и одна одна из рассказов один из разных рассказов называется цепель чейнс то есть цепель цепочки и вот он в этом рассказе впервые значит высказал теорию о шестерок квадратии значит, он привел несколько конкретных цепочек которые его связывают с ну, с довольно знаменитыми в то время людьми ну, в частности была такая писательница шведская детская вот ну, не важно вот и вот он ее связал там цепочкой шести знакомых с собой она нобелевский ряд кстати ну, и там естественно ее легко связать если она нобелевский ряд то она значит связана с цепочкой лагер лёг совершенно верно путешествие с экскурсиями по-моему называется вот и значит и второй пример там Генриха Форда он тоже соединился с цепочкой из пяти знакомых и вот такой рассказ и о нем сразу же забыли конечно вот и вспомнили только сейчас когда стали заниматься теорией сложных сетей вот и вот впервые кстати уже научно подошел к этой проблеме был вот Стэнли Милкером это гарвардский сессолог который значит вот осуществил эксперимент вот видите здесь в центре Соединённых Штатов две точки это два города значит это Амаха и Небраска нет Амаха в Небраске и Вичита в Канзасе а да вот точно да спасибо вот и Витита в Казахе в Канзасе и значит вот он выбралось по телефонным справочнику этих городов там случайным образом людей и вручил им пакеты таких почтовых пакетов в которых были инструкции и значит что делать с ними значит дело с ними было следующее надо было среди своих знакомых найти человека который да и был известен конечный адресат вот видите в Бостоне глупой дочкой обозначен вот это на Атлантическом побережье США вот и значит и вот им предписывалось среди своих знакомых найти такого знакомого который по их мнению в каком-то смысле ближе к этому самому конечному получателю в Костоне значит давался его имя имя там фамилия его адрес даже если можно было просто попозже посадить конверт ну короче вот была такая задача и значит и вот среди этих да да 180 вот таких вот набрано по-моему даже им платили немножко а может быть не платили ну там только 40 пакетов конечно дошло и вот средняя цепочка оказалась равно видите 6 степеней вот и вот после этого сама вот идея и самое понятие стало более-менее известным и вот была даже написана пьеса в этом самом была написана обложка этой пьесы которая называлась которая шла на бродвей в нью-йорке и потом по этой же пьесе был снят художественный фильм вот тоже называется уже после этого фильма это понятие шестерков уважали из шести степеней рубежей разделения по-разному вот уже стало всем известно в англоязычном мире по крайней мере вот и вот наступила современная эпоха два прикладных математика стилен строгоц и его аспирант данкан вот вот они изображены здесь решили построить изучить это с точки зрения это явление шестерков уважали и значит вот стали этим заниматься и они предложили при этом да они показали что к тому времени уже были известны базы данных современных сетей они сразу с точки зрения теориграфа стали изучать вот и значит извините здесь вот и значит они посмотрят посмотрел появились база данных различных реальных сетевых структур сеть электростанций сша там пять тысяч электростанций сша они образуют сеть она стала доступна они показали что там действительно обладает свойствами вот сеть там червя фактически там всего 280 нейронов и точно известно как каждый нейрон тоже образуется сеть актеров голливуда это уже в то время тоже стала доступна она сейчас доступна может есть база данных и тоже проверили сеть она оказалась тоже актером голливуда не больше чем 3-4 шага 3-4 шага может любым и его буквально через год ситуация кардинально изменилась так сказать в бой ступили венгры вас ваше его аспиранта река альберт они в то время же работали сша они вот через год видите в журнале сайенс уже в 1999 году публиковали статью которая показала что те самые сети которые исследовали концерт строго как сети тесного мира они являются в этом смысле то есть реальные сети не являются сетями тесного мира потому что там реально в этих сетях закон распределения совсем иной вот вот в сетях тесного мира видите закон распределения вот это то есть колгообразная кривая там так же это кстати у случайных графов примерно там качественно вот вот имеет сеть тесного мира а вот реальные сети они помимо вот этих сеть актеров там и так далее и померили еще сеть интернета ну и фрагмент конечно не всю сеть я имею ввиду и интернет и все интернет в том времени вы понимаете да разница между интернетом северная паутина интернет это реальные физические соединения между компьютерами а северная паутина это сеть сайтов вот и ясно что сеть интернета намного меньше по числу узлов там 3-4 порядка может быть чем в том времени было известно вот что сеть интернета является не узлы по числу связи подчиняя вот этому степенному закону вот какой то справа сеть тесно он ближе к пассоновскому распределению вот а реальные сети в том числе сеть интернет и все сети актеры они по степенному закону вот как здесь показано ничего общего с сетями тесного мира вот вот и вот с этого момента про то что эти сети в которых малое число шагов между любыми узлами они могут иметь разные законы да совершенно верно вот этот самый вот с степенным законом они получили название без масштабов им тоже работает закон тесного мира вот правило 6 рукопожатий даже если там даже меньше он на самом деле чем 6 4 социальные сети там четыре шага все шага все вот так и вот в это время и это вот поступило современное вот видите на базе строго математической дисциплины теории графа возникло новое физическое направление которое получило название теории сложных сетей или как я сейчас называю network sites и это вот и значит все результаты в этом направлении стали причаться физические журналы и там есть специальный отдел network физика а ну и там другие журналы и основное двигателем прогресса является физики теоретики бывшие которые раньше занимались теорией критических явлений теоретиками причем даже не американскими а французскими вот есть и и итальянест но сейчас работает в англии вот реальность такие велосинаука новое физическое направление статической физики на всех конференциях по статической физике сейчас всегда есть целый раздел значит вот есть примеры вот этих самых безмасштабных сетей они оказались повсеместны вот видите сотрудничество ученых здесь в квадратных масштабах вот физикальная горизонтальная и вот этот закон распределения там приблизительно как прямое но она видите немножко отличается от прямой реально немножко отличие но тем не менее это все равно называют безмасштабными сетями значит сеть сеть значит цитат научных цитирования ну и можно создать сеть каждая статья ссылается на другие статьи и получают те статьи на другие статьи получается сетевая структура кстати вот эту сеть цитирования это ее обнаружили что она подчиняется его степеном закону в 1966 году сеть интернет сеть электростанции сеть другого взаимодействия тоже сейчас разворачивается огромное направление и так далее вот я не знаю пользуется они сейчас с рубежом активно используется по поводу электростанции там как другая металлическая масштаб что-то другое сказал что Эйлер это русский на предыдущем накладе он меня поправил я сказал что это швейцарский ученый он поправил что это русский ученый швейцарского производства вот первый кто заметил одна из координат не алгоритмическая а так сказать то есть сеть она не является в этом смысле безмасштабной но она является так сказать это самое ну тоже значит вот лог нормальное по-моему как это называется это распределение ну близкое короче там хэвердейл есть тяжелый и так далее тяжелый хвост это значит по сравнению с обычным нормальным распределением повышенная вероятность редких событий и в общем то это не такая редкая ситуация как может показаться потому что нормальное распределение оно обычно получается из большой предельной теоремы когда накладываются разные независимые случайные события но часто не обращают внимание что когда происходит сходится это какое-то распределение к нормальному то очень быстро сходится серединка этого коробка а хвосты как раз сходятся поэтому когда видите что она очень похожа на нормальное распределение и беретесь оценивать вероятность редких событий с помощью нормального распределения вы можете часто очень сильно пробраться даже если в серединке все идеально ложится на крыло с но каждый взаимодействие и если они соединяются сверху сейчас это тоже фармакологии используют доходы и так далее короче есть такое вот и вот сейчас новая наука считается network science или сейчас уже называют или сетей у нас я вот и вот видите если посмотреть цитирование вот этих работ по значительно обогнали например теории странно-контракторов теории геномического хаоса теории нейронных сетей и так далее что тут значит вот самый верхний это Барабаша цитирование его знаменитый обзор physical review modern physical нет modern physical это все ссылки в зависимости от времени на разные статьи по сетевой науке да разных наук по времени индукс цитирование от времени да примерно так то есть надо понимать по списку нет это ссылки на конкретные работы имеющие отношения к теме вот самый верхний парабаша через наиболее темно-зеленый это модель бронда фрактал наиболее да вот вот знаменитый 2001 года обзор по сложным счетам Барабаша Альберт в журнале модофизикс вот она обгнала по цитированию все все остальные работы это я нашел наука сетях это часть физики сейчас и вот приходим к проблемам организации значит вот первые города возникли примерно 5000 лет назад и именно в них стала наука и технология сейчас на данный момент больше 50% всех жителей земли живет в городах и эта доля продолжает увеличиваться вот суммарная площадь всех занимаем всеми городами мира в 2003 до 30-м году превысит площадь Испанцы Германии Испании вместе взятых это фундаментальный процесс развития революции человечества и ясно что этим надо заниматься с количественной точки зрения серьезно вот и сейчас это делается вот у нас как всегда мы пытаемся догонять вот значит вот сейчас важное направление изучение процессов организации это так называемые масштабные вероятности скейлинг обнаружился в разных процессах организации значит поясню его смысл вот здесь полная аналогия с живыми организмами вот здесь показано в логеретических масштабах зависимость значит массы живого организма скажем там мыши там обезьяны слона вот человека вот значит я по экзоталии скорость метаболических реакций это реакция обмена веществ они разные вот видите результаты получается такая вот степенная зависимость по степени равен 3-4 скорость метаболических реакций не знаю там сколько написано килограмм под килокалории в день ну наверное что-то такое есть такие я нечестно не давался ну вот для жиров природы человек где-то посередине вот ну здесь там что например положительность сна у разных слоны спят меньше мыши больше спят ну доля сутки которые занимаются вот и так далее вот тоже это следствие разных методических простых вот значит и вот оказалось что для городов тоже вот это идеология применима вот здесь разные характеристики все можно включить тоже числе населения это масса тела аналогии с такая значит вот зарплата вот в больших городах зарплата всегда выше тем мало тем более именно поэтому у нас все подмосковье работает в москве и это не только для свойства россии все окрестности токио все жители ездят на работу в токио вот и это свойство всех городов и то что вот говорят что у вас там сожгалась там что у вас такие высокие зарплаты это все это общая мировая теперь ну скажем длина дорожных крутых уровень преступности чем больше город тем лучше преступности вот среднее время пути на работу да то же самое чем больше город тем больше популяция тем больше время пути выброс иноплекислого газа чем больше город тем больше тем больше он загрязнён, как правило. Есть, разумеется, исключения какие-то там и так далее. И так, человек без заколонок, так скажем, в городе. Тоже, чем больше город, тем больше там без заколонок, и так далее. Одного человека? Нет, вообще. Чего-то еще видно. Ну, понятно, что чем больше. Ну, разумеется, да. Кстати, в городе без заколонок на жителя меньше, чем в деревне. И так далее. Сейчас вот, я тоже пришел студент, он будет заниматься статистикой для России. Все эти данные на США, на западных странах, на городах для России полностью отсутствуют. Потому что просто никто и не знает об этом вообще, об этой проблеме и так далее. Ну, сейчас куда-то как-то эту брешь в комитете заделать. Вот. Значит, и вот масштабный отряд. Скейлинг, да. Значит, вот, видите, написано. Это самое. Край. Преступность. Там годовой доход. GDB. Инком. Вот так вот. Число патентов. Вот я попросил студентов. У нас патенты сейчас практически полностью, система патентов разрушена в России. Я бы, сейчас есть, вот, в индексе цитирования по городам. В каких городах больше всего цитируется? Вот. Какие города? Ученых, которые живы, определенные города. Веды есть данные. И они сейчас делают эту статистику как по городам, расположенные в России. Что значит система патентов разрушена? Ну, сейчас, фактически, никто не патентует или патентует очень мало. То есть, та ситуация, когда, например, Меделеев изобрел бездымный форох, а потом Россия его в США покупала в Первую мировую войну, то есть она стала типичной. Потому что у нас патентов нет. Раньше были системы авторских изобретений, авторских свидетельств. То, что у них называется патентом. И там раньше нам платили, вот у меня есть четыре патента, например, нам какие-то там сто рублей там платили. А сейчас надо платить за этот патент. А его никто не хочет платить. Скорее, ситуация такая, что эта система патентов не разрушена, она не сложилась. Вот, бывшая система патентов, да. Соответственно, это не была система патентов. Нет, у нас была система авторских свидетельств. А это нам патентов, да. Ну, то есть, за то, чтобы воспользоваться результатами изобретения, сделанного в России, надо платить налог Соединенных Штанами. Да. Ну, я думаю, что даже этого у нас давно нету. Да. Ну, скорее всего. У нас сейчас изобретений нету, насколько я понимаю. По тем, что мы считаем, что это изобретение в данной этой стране. Так что здесь... Если что-то никто никогда не будет проводить в России, как считает изобретатель, то он в России не будет это патентовать. Он будет патентовать в той стране, где это могут захотеть произвести. Да. Вот именно так и посчитал чиновник военного министерства относительно изобретения бездымного пороха. Потом довольно много пароходов пришло из бездымного пороха. Из Америки в Россию. Ну, в общем, мы видим, что время идёт, а ситуация мало меняется. Я же, как бы сказал, ухудшается. Как с неделёнами, что просто пробудили. Безогласив. Так, ну вот, понятно, да, идея вот этого самого, масштабные вариантности для городов. Но это не связано с стилем подхода. Значит, просто на всякий случай. Ну, это зависит от дорог, от динозы населения. Ясно, что чем больше город, чем больше населения, чем больше населения, там, где нет, там, суммарно, где на дорогу. То есть, там, где нет, там, суммарно, где на дорогу. Вот. 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 Буквально вот этот вот рисунок из журнала «Physical Review Letters» за декабрь прошлого года. То есть совершенно свежая статья. Написал её тоже Филик-теоретик от Марта Баттерландио. Филик-теоретик из Франции. Который обнаружил вот эту масштабную вероятность число вот активных центров. Но это, правда, ещё пока не понял. Это вот дал задание ребятам разобраться, которые сейчас за меня понимаются. Что такое центров, экономически активный центр. Как вот считать, как его определять. Ну, короче, вот он обнаружил, то есть число центров, какие-то, растёт тоже вот. Ну, вот даже сам вот этот скейлинг имеет место. То есть, чем больше населения, тем больше, так сказать, этих центров получается. Вот здесь показано. Видите, от моно-центров переход к поли-центру. Вот. И, значит, он соответствующий теорию и вложил. Физик-теоретик рекомендую очень. Вы знаете, на физ-техе это бесплатно можно загрузиться любым журналом физик-теоретик. Вот. Вот. Возьмите Бартелло-Бью за декабрь прошлого года. И тут читайте статью. Вот. Фазовый переход, моно-центр. Вот. Вот этих городов. Моно-городов называют. Вот здесь всего один центр, да? Вот. Потому что маленькое население, как только, если бы оно было большое, это было поли-центр и так далее. Это у нас сейчас проблема моно-городов. Вот. Моно-городов и так далее. Вот. Ну, вот сейчас, видите, появилась теория. Вот. Фазовый переход, да? Моно-центр в поли-центр. Неизбежно сюда. Любой город начинается с моно-центра, потом выстрелывается в поли-центр. Некий такой. Вот. Я поставил задачу тоже для студентов определить, сколько центров в Москве, в Питере. Вот. Надо это всё понимать. Надо начинать понимать. Вот это всё работает. Вот. Значит. И вот общественный транспорт в Москве, как сложная, да, слойная сеть. Значит. Вот. Вот. Любой вид транспорта можно, общественный транспорт, можно видеть в сетевой структуре. Ну, самый простой пример – это метро, да. Ну, это, то есть, любая вот схема метро, в вагоне метро – это чистый граф. Ну, вот. Граф – это сетевая структура. Вот оказалось, что это, значит. Второй слой, вот это первый слой, да, многослойные сети, вот я говорю. Второй слой – это, скажем, сеть общественного транспорта, автобусы. То же самое. Там остановки, это узлы, там связаны маршрутами, так и так далее. Можно построить автобусную сеть. Я вам покажу сейчас. Как мы автобусную сеть Москвы и граф. Троллейбусы – тоже самое. Дорожная сеть – тоже транспортная сеть – то же самое. Перекрёсток-узел, улицы, которые связывают перекрёстки, это узлы и трапы. Вот. И таким образом вообще транспорт Москвы, и вообще любого метаполита – это многослойная сеть. Сейчас развивается теория многослойных сетей. Вот мой дипломник Тимур Капиколин, его дипломная работа, вот поэтому потом меня защищает, будет называться «Общественный транспорт Москвы как многослойная сеть». Это, я считаю, достигло, наконец, мирового уровня в этой работе, и, так сказать, и хотим, так сказать, её опубликовать. Значит, вот как развивалось московское метро. Видите, оно начиналось с отдельной ветки. Любое метро, собственно, так начинается с отдельной какой-то ветки в любом городе. От парка культуры до Сокольникова была. Первое – это метро. Вот, это в 35-м году. Значит, вот в 54-м году уже такая штучка. Вот. Вот. С 73-м году уже. Видео. Ну, в 92-м году. Всё это – эволюция. Значит, значит, сеть метро является безморсамной сетью. Это понятно почему, да? Потому что, что значит? Это значит малое число хабов. То есть, где мало, число станций – где много пересадок, да? Их всего 3-4 в Москве. Там вот, скажем, Боровицкая, да? Ну, вот, хаб один. Ну, там, скажем, еще какие-то там. Театральная. Там тоже, да? Четыре, что ли? Или три перехода, и так далее. Ну, еще, короче. Значит, вот, метро – это, значит, бессморсамная сеть. И вот я дал предыдущего, это мой дипломник, тему Чернокровькин. Я ему дал задачу. Есть такая модель – эволюция безморсамных сетей Барабажи Альберт. Вот, после 99-го года этой статьи. Вот, следующая статья была как раз статья «Как моделировать эволюцию? Как вот сеть превращается в безморсамную сеть?» И, значит, вот, самая простая вот эта модель эволюции, вот, о предложенном Барабаже Альберт, значит, вот, она вот как раз описывает эволюцию, знаете, сети в безмасштабную сеть. И вот оказалось, что вот эволюция московского метро, вот это результат, так сказать, дипломной работы Димы Чернокровькина, он показал, что в 1994 году московское метро стало безмасштабной сетью. До этого оно еще не было такое, что он не смешает безмасштабной, а вот сейчас оно уже безмасштабная сеть. И вот теперь вот. Вот сейчас мы его опубликовали, вот буквально в декабре прошлого года вышел в журнал с этой статьей, значит, вот показали, что, значит, московское метро является безмасштабной сетью. И оно, его эволюция подчиняется, значит, вот, ну, можно там с определенной точностью описать вот эту самую модель Барабаша Альберт. Вот, это уже с 2012 года. Еще одно важное понятие я введу сейчас, которое характеризует безмасштабные сети. Вот, оказывается, значит, нас окружает, ну, грубо говоря, безмасштабные сети. Не все так, ладно, вот, я не знаю, 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 что дети безмасштабные, но, тем не менее, вот, очень большой сети не уже правда. Вот. И вот оказывается, что безмасштабные, они безмасштабные, но не все они друг на друга похожи. В частности, вот, социальные сети, социальные сети, они безмасштабные, но они отличаются, вот, скажем, от интернета, от семенной паутины, от того, что мы уже называем технологической сетью, или, там, от сетей долговых взаимодействий, которые можно назвать долгическими сетями, вот. Вот, они все безмасштабные, но они отличаются. А в чем отличие? А именно, вот, в законе корреляции. Закон Клицент-Пирсона, значит, есть такой закон корреляции, вот его формула, я не буду на ней останавливаться. Она может быть положительная или отрицательная, она минус единица, плюс единица. И вот сейчас она... Да, значит, что значит... Вот. И, значит, есть, вот, сети с положительным законом Пирсона, есть с отрицательным законом Пирсона. в этой корреляции. И, значит, значит, что значит положительным? В этой положительной, законной положительной корреляции хабы пытаются соединиться друг с другом. Вот как сеть актеров, это у вас положительная тоже, это социальная сеть, сеть актеров Холливуда, это социальная сеть. И вот там, каждая знаменитость, часто, ну, всегда, практически, снимается, ну, знаменитость, часто снимается в тех же фильмах, ну, скажем, Софи Лоретт, там, с морщалом настроения, да? Либо, значит, очень близко, там, где-то снимается, и так далее. Очень короче, для социальных сетей, вот этот, такой, он получил, в общем, короче, они положительные корреляции, сейчас покажу все. А вот, с отрицательной, там хабы стремятся, так сказать, вот, у них обратная тенденция, вот хабы, видите, слева, это, узел с большим числом связи, он стремится соединиться с узлом с малым числом связи. Вот, технологические сети, вот, интернет, это, вот, такого типа сети, где хабы стремятся соединиться с малым числом связи. А вот, социальные сети, ну, например, Facebook, или Twitter, это, вот, онлайновые социальные сети, или просто вот такие вот, офлайновые социальные сети, вот, вот, сеть, знакомств. А что такое, стремиться, вот, как-то? Ну, связь, значит, узел с большим числом связи, соединен с узлом, с другим узлом с большим числом связи, как правило. Вот. То есть, есть тенденция к безмонавлению таких связей? Что? Есть тенденция к безмонавлению таких связей? есть тенденция, она реализуется сейчас. А можно еще раз, что такое безмонавленность? Безмонавленность, это сеть, которая, закон о распределении узлов по числу связей, подчиняется степенному закону. То есть, в этой сети есть мало узлов с большим числом связи, их мало, а подавляющее большинство узлов, у них мало число связи, вот прям метро, там подавляющее большинство станции, у них мало число связи, скажем, вот Динамо, станция Динамо, там с другими только связано, да? Или там, самая, там, ну там, преддинамо есть, самая, белорусская, а после Динамо еще есть, еще там, станция, нет, нет, я имею в виду связи со станцией. Вот, метро, с большим числом связи, они все в центре, да, совершенно правильно. То есть, они больше похожи на социальные сети? Да, вот там, узлы, большим числом связи, они все в центре, они связаны, и поэтому, в этом смысле, метро похоже на социальную сеть. То есть, одни сети иерархические, другие сети распределенные? Нет, они все распределенные, и архитические, это несколько другое, вещь, и на можем там отдельно поговорить, это хорошее понятие, и оно определяется, вот там по микро, там коэффициент, вот, по стерилизации, это тоже есть, свой закон распределения, вот, там по этому закону можно определить, она иерархическая, или нет. ну, вот, для, это самое, для, вот, понятия корреляции, вот два понятия, вот, их, вот, положительно их называют, ассортативными, это биологические происходы, это, вот, и, диссертативными, вот, вот, я сейчас покажу, вот список, ну, вот, 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 здесь как раз обозначены ХАПА. и вот они видите, вот в ассортативных, они, вот, как метро, вы правильно заметили, все официанты, кучкуются, так, связаны друг с другом, нейтральные есть, а есть вот диссертативные, вот, видите, они все распределены, они имеют тенденцию связываться, с этой самой, как станции метро, ну, там, на периферии там, все, с малым числом связей, понятно, да. Вот, хорошо, многое, здесь многое что-то поясняется, вот видите, вот есть социальные сети, вот сети с автором по физике, по биологии и так далее, сети, вот видите, у них у всех вот эта ассортативность, вот коэффициент Пирсона, положительная, после времени здесь нет данных по мобильной связи, вот все мобильные компании, они обладают социальную сеть, понятно, МТС, Мегафон, это все социальные сети, и там вот у этих сетей положительная корреляция. Хотят ли, да, хорошо, отлично. И вот то же самое здесь, для транспортных сетей, метро оказалось бы и технологической сеть, да, а у нее положительный оказался коэффициент корреляции, вот московское метро, а потом мы подумали, может быть, это свой суть, только Москвы, попросили, там у меня своего студента, вот, Питерского метро, там совсем другое метро, и по другим законам вообще город развивался, вот, и тоже оказалось положительным, вот, и, значит, в этом смысле сеть метро, это название не очень правильное, похоже. Название не очень, как бы, соответствует. А что именно? Ну, что технологически, и не всегда технологически. Да, вот, они, это путаем сегодня, да, действительно, потому что вот транспортные сети, они, конечно, технологически, 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 но вот у них, тем не менее, вот, сейчас покажу, вот, еще одно важное понятие, называется, «деппинус централити», вот, попробуйте перевести с английского на русское слово, или два слова. Ну, в общем, смысл очень простой, загруженность. Да, значит, но понятие очень важное, очень, так сказать, распространено в современной теории сети, вот, и, значит, смысл его, что, значит, есть узлы, через которые проходят, чаще всего, очень много кратчайших маршрутов из других узлов. Вот, чем больше таких маршрутов проходит через данный узел, тем больше он загружен. Вот, тем больше у него битвы на центральце. Вот, сейчас, хотя говорят, что, да, плох тот таксист, который едет по кратчайшему маршруту, а вот все люди, если у меня, они в метро и на автобусе едят по кратчайшим таким маршрутом, и в этом смысле, есть станции и загружены, вот, в том же метро. В общем-то, и по-скорейшему. Да, совершенно верно. Вот, есть станции и метро больше загружены, потому что через них больше всего проходят этих кратчайших маршрутов и так далее. И вот мы, вот, это тоже Дима Чернобойкова посчитал загруженность станции метро метро, видите, самая загруженная. Белорусская не загруженная? Белорусская, она, да, загруженная. Все говорят, что целые практически загруженные, но вот, это больше, а когда загруженная, видите, киевская, а почему? Догадайтесь. Все вокзалы практически на Гольцевой, кроме Савелковского может быть. Не потому, что вокзал, а потому, что там еще одна параллель, вот в этом смысле, это самое, мультик граф Московского метро, там подходит, вот, помимо того, что она начнет на Гольцевой, там еще две ветки параллельно придут, от Александровского сада и от библиотеки Ленина, по-моему. Вот это место в Московской трубе, две параллельные линии, вот, вот, к этой станции метро-киевская. Вот за счет этого она оказалась наиболее загруженной. Вот от Ержевской не сильно отличается. Что? От Октябрьской и Курской не сильно отличается. Не сильно. Все вот, кольцевые линии, они, видите, попадают в этот список, и они не очень сильно друг от друга отличаются, но, тем не менее, вот они наиболее загруженные кольцевые. Вот, в случае, видите, там, а последняя, Тертиковская, науходницкая, она не кольцевая, и, наверное, еще театральная, с этой, тоже, она не кольцевая, по-моему, она тоже, хотя здесь она, помню, не выглядит, то есть, наиболее загруженная. Ну, в общем, короче, наиболее загруженные, грубо говоря, оказались станции кольцевые. Вот, вот, питерское метро, тоже посчитал бы, Андрей Косинец, дипломник, вот, ассортативность, тоже оказалась положительной, то есть, тоже оказалась похожей, вот, на, социальную сеть, в этом смысле. Вот, все эти автобусы, маршруты, тоже образуются, сетевую структуру, да, вот, автобусы, сеть Москвы, есть, каждая станция, каждая остановка, значит, это, узелк, они соединены, так вот, там, маршрутами, вот, получается, вот такая вот сложная, достаточно сеть, автобусы, сеть Москвы. Можно по-другому строить эту сеть, взять в качестве узла, не станцию, не остановку, а сам маршрут, ну, например, 368-й, старый сеть маршрута, как точность, как узел, и два узла соединяется, если маршруты, если маршруты, с каким-то, два маршрута пересекаются. И вот мы построили такую вот сеть, вот она, обзорная сеть Москвы, в которой каждый узел, это и есть маршрут автобуса, всего там где-то около 600 маршрутов в Москве. Вот видите, получается, вот что интересно, видите, получились кластеры, сообщества, теоретические сети, есть комьюнити, то есть сообщественники, вот появились в этом самом, вот, сети, автобусной сети Москвы, и вот сначала вот Тимур Харибуллин высказал предположение, что это связано с административным теремиумом Москвы, в том, что он был в Москве, там автобусный парк, там и так далее. Сейчас... Это не географически, это не географически, это вот такая вот сетевая структура. Нет, вот он ее привязал, вот, а сейчас... ну, то есть, как лицевал? То есть, почему одни углы ближе, другие дальше? Там не важно, случайно? Нет, ну, почему? Два узла связываются друг другу связью, там, на самом деле. Ну, это... А тут их на плоскости располагает. Да, это... Ну, программа так располагает. Ну, наверное, связи и понимают. Да. Где-то располагается, как в другом... У них есть определенные в принципе вот расположения, и я не буду сейчас открываться, вот, как они... Скорее всего, чтобы эти кластеры вместе были, какими-то кучей. по общей длина связи. Может быть, и это, да. Не знаю, будет как-то... Ну, в общем, вот такая вот картинка получилась. Видите? И вот сейчас возникло сомнение... Вот я вам говорил про центры, активные центры. Возможно, вот, каждый кластер это активный центр. Потому что в этих активных центрах люди работают, должны быть представлены маршруты, людей надо везти дальше к центрам активности, да? А это как-то к Москве привязано или нет? Это к Москве? Нет, к Москве не привязано, потому что здесь точка, это точка, а воншу. Поэтому не очень понятно, как это говорит. К Москве не привязано, к чередоре. Ну вот, смотрите, вот это вот то же самое для Питера. Вот Андрей Козинецов построил. То же самое вот. Правда, он здесь не только маршруты, но дело еще маршрутное такси. Ну, это, по-прежнему, наверное, тоже то, что все построены, так все, по-прежнему, и берут маршруты автобусы. Вот. Ну, в общем, такая... То же, видите, распадаются на пластеры это самое, сетевая струк. Это не понятно, в каком пространстве? Это для Санкт-Петербурга. Да, что просто... Шурковичен? Это... Ну, это называется П-пространство. Вот, если так... Вот это вот называется Ц-пространство. Вот это вот. Нет, здесь... Это Москва. Это Москва. Да, да. Но вы еще узнаете в этой картине Москву. Ну, что нам напоминает... Ну, понятно, что наибольшая густота маршрутов это где-то в районе от третьего кольца Данкада. В общем, разумно. Да. Например, вот Выхин оказался в этом, что это наиболее загруженная станция. То есть, автобусы мы считаем от 5-10-м и все вот эти вот... Там, где парижный вокзал, туда много приходят, приезжают в Сиднее, из Подмосковья. Там много маршрутов останавливается. Это вот правильно сказали, что они, видите, все на периферии расположены. Вот. Вот троллейбус на Сиднее, в Москве. У него всего, по-моему, 160 маршрутов. У него есть узел маршрут? Да. Тоже может быть. Вот. Сколько там? 63? 120? По-моему. То есть, только в корпусе он будет, да? Да. Вот. Корреляция реальных сетей. Вот здесь, вы видите, есть сети вот e-mail тоже образу социальную сетю, ведь тоже, кажется, корреляция у него слабоотрицательная. Но у него тогда она всегда есть и слабо положительная. Вот e-mail. Потому что, видимо, зависит от региона. Ну, это все же не на всей сети e-mail, а там определенных кусков этой сети. Вот. А вот здесь есть сеть телефонных и, как это сам. Mobile, Mobile, Cool, да, Эта сеть, видите, у него чисто положительная корреляция. То есть, это чисто социальная сеть, мы говорим. И в этом смутно, еще раз забыл сказать, вот эти все сети, отролейбусные, автобусы, они положительные корреляции. То есть, образуют социальную сеть. Ну, по-говорю, положительные корреляции. Вот. Вот. Автобусные и в том и другом представлении. Вот. И вот ПЭП, и в Цепле представления и все образуют положительные корреляции. То есть, все они будут социальные сети. Ну, грубо говоря. Хотя, с другой стороны, что такое социальная сеть? Это сеть, которая связывает людей друг с другом. Ровно эту функцию выполняет транспортная сеть. Да? Связывает людей друг с другом. Поэтому вполне естественно может они оказались. Не совсем с другом. Ну, скорее всего, с местом работы. С местом работы. И даже не человека, а групп людей связывают. Но тем не менее, все же такое с другом. Вы не всегда мнение вы сетей. Вот. Значит, вот автобусная сеть. Лейбусная сеть. цели. Так. И город в целом можно рассматривать как социальная сеть. в этом смысле. Потому что весь транспорт соединяет людей друг с другом. И телефонные сети на территории города тоже соединяют людей друг с другом. В этом смысле город можно рассматривать по социальной сеть. А вот самые сети я уже говорил здесь полицентр и так далее. Дорожные сети городов. Вот это нынешняя наша работа. Мы уже сейчас в общественном транспорте и у нас в прошлом публиковали несколько статей. И вот пришли сейчас на дорожные сети. этом есть определенные трудности. Вот я расскажу про другие работы. На примере городская дорожная сеть Германии. Несколько городов Германии. Вы видите на в центре вот из этой точки в каких направлениях за какое-то время как далеко можно добраться на автомобиле скажем. видите получается вот области из-за проводной здесь 1,2,3 это время поездки за стороны. вот значит число ты за какое-то время значит перекрестков которые вы проезжаете на автомобиле по городским дорогам кривая вот вот можно опять бедвина с центральной применить для изучения загруженности городов более толстые наиболее загруженной дороги вот например это дрездно вот мы тоже я хочу составить такую карту пока еще не умеем этого сделать приходите на нашу карту помогать нам делать эти картинки вот значит построить дорожную сеть с учетом их загруженности дорожной сети дорогов с учетом их загруженности вот видите распределение узлов по их загруженности вот сейчас мы тоже это сделаем я сейчас попросил на четвертом курсе по метро делает опять работа и вот я хотела попросил его сделать восприятие станции метро по загруженности и вот видите степенный закон работает по загруженности настоящая загруженность это вот это самое для для улиц работает вести степенной закон может быть для метро тоже такой закон есть сейчас его все план Ямала занимается этим делом посмотрим ямала 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 работа вот можно вести вот сеть дорожные сети городов вводят такую ячеечную структуру сети дороги ограничивают какие-то такие ячейки внутри которых жилые кварталы парки торговые центры куда вообще машина не едет в группу или очень редко чтобы доставить какую-то группу и вот эти ячейки тоже у них есть определенный закон распределения количества закон какие здесь изучаются каждую ячейку можно посчитать сколько у нее соседних ячейк они разные формы и треугольные бывают ячейки и шестиугольные какие-то и поэтому у разных ячеек разное число соседей и вот распределение видите селл д3 то есть число этих самых соседей да видите что больше всего соседей четыре соседа четыре соседних ячейки м у ячейки того же грязи есть большинство перекрестков четырьмя конца да совершенно верно что перекрестков мы видишь все перекрестки то есть большинство образуют узлы четырьмя дорогами большинство являются такими перекрестками совершенно правильно знаете площадь в которой больше всего дорогу связано находится в париже называть она звезда это сейчас она называется правда площадь там 12 12 дорог сходится, по-моему, это максимум, уже и не деньги больше. Перед 20, в целом, 12 дорог. Площадь Звезда, конечно, 20. Там, где вот парады в день независимости, президент принимает парады. В городе 5 углов, что ли? Да, вот в городе 5, может быть, а вот там 12. Это много-то перекресток, а там проще. Ну, больше перекресток. Вот на этой инстаграмке видно что-то не нулевое, вплоть по крайней мере, до 19. Да. Вот где-то, видите, здесь, вот, начали. Больше звезды тоже. Да. Нет, это, например, прогрессный, что-то написано. Вот. Потому что это ситуация вакуума. Да. Форм-фактор. Ну, вот, видите, они разные, вот эти самые ячейки. Вот и, так называемые форм-факторы. Чем больше, ну, это доля, занимающая вот этой ячейкой по сравнению с кругом, который описан по кругу этой ячейки. Вот, видите, шестиугольный, у него 0,83. Это доля, занимающая площадь, и так далее. И вот здесь, справа, график, вот этот форм-фактор распределен. По отношению, здесь, по отношению к площади какого круга? Обычно круг, который описан. Описан? Описан, да. То есть там такие... Ячейка вписана в этот круг, да? Там такие ячейки, что круг там не опишешь? Ну, как? Хороший вопрос, вообще-то. А, Данил, ну, можно она как-то описать там? Круг везде опишешь, но, может, и не единственный. То есть... Ну, вот видите, вот... То есть минимальный круг, который равен... Ну, квадрат можно вписать, шестиугольник можно вписать, треугольник можно вписать, а вот остальные, конечно, у них там действительно нерегулярные, ну, такие не геометрические формы, но, наверное, что-то можно вписать. Ну, я подумал. И сами подумайте, на самом деле. Но это можно по-разному определить. Вот. Ну, в общем, вот такой форм-фактор, вот видите, от нуля до единицы, то есть... Ну, единицы не бывает, видите, максимум, по-моему, 0,83, шестиугольный и так далее. Ну, короче, вот. Как-то и такие вот. Ну, и ладно. И вот, наконец, последняя тема на сегодняшнем выступлении, это эволюция дорожных сетей. Ну, собственно, вот эволюция дорожных сетей, собственно, и описывает процесс эволюции города в общем хорошем приближении. На самом деле, вообще, вот, дороги – это наиболее такое стабильное, что ли, часть города. Сносят здания, там, там, стоят такие сооружения, сносят. А вот эти дороги остаются часто. Вот. А первая дорога в Римля, они до сих пор уже там, как раз. Вот. То есть дорога, дорога, такая вещь более-менее стабильная, хотя там тоже, конечно, есть эволюция. Вот сейчас они немножко поговорим. Значит, вот первая статья по проблеме эволюции, вот, проблеме урбанизации практически, это самое. Ну, это, я не буду, вот, появилась вот на примере вот этого приборда Милана. Вот видите, Милан вот снизу, вот там Милан. А вот там есть такая вот область, вот она красно-маградина, это вот пригород Милана. Вот исследовали, сейчас все это вот пошло в фактические территории современного Милана. Вот. Процесс урбанизации, вот какая-то до этого сельскохозяйственная миланическая область и со своей дорожной структурой эволюционировала. Вот. 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 И присоединялась к дорожной сети вот такого крупного города, как Милан, в Италии. Вот. 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 Была тогда, наверное, работа проделана. Вот. Вы здесь видите данные. У нас, к сожалению, трудно данные найти, вот, эволюция наших городов. Вот. Там, вот видите, с 137 года по 2007 год и можно найти данные, как это были, дороги расположены. Вот. И вот, значит, можно опять провести статистику. Вот, например, рост населения и число перекрестков. Вот видите, практически, так сказать, синхронно развивается. Чем больше население, и там плотность населения, тем больше число перекрестков. Вот если графики друг от друга наложены, получается практически прямая линия. Вот. Ну, есть такое, как вы видите, это, значит, ценовой хребет города. Вот тоже в теории сетей кривой возникло это понятие. Это, фактически, те районы города, с им большей значением у дорог, именно централити. Это грубо говоря. Вот эти дороги оказались, как правило, в исторической части, в старой части города. Вот. Мы тоже, кстати, определили, пытались выявить ценовой хребет Москвы. Вот у нас что получилось. Вот. Какие улицы образуются у нас ценовой хребет Москвы. Видите, они прожгли. Там Люблевская, Набрежная, Манежная улица, Арбатская, Знаменка, Остоженко, Зобуски Гулева. Вот. Вот у нас что получилось. Вот мы сейчас будем проверять это. Вот. С других зрения, там, не будем, не будем, не будем, не будем, не будем, изучать. Вот. Вот. Значит, обычно город, ну, больше всего городов, которые развивались по производительству самоорганизации, то есть, вот, ну, методом пробы и оживок, что ли, да? Вот. Москва развивалась в основном с историческим методом пробы и оживок, вот, там, от Кремля, там, они, там, распространялись, новые улицы и так далее, формировались. Это называется процесс самоорганизации. Вот. Вот. А есть процессы планирования. Вот. Питер изначально был, развивался по принципу планирования, да, вот, все, там, ну, или, там, Манхэттен, в Нью-Йорке, там, вот, все города, у которых вот такая структура, вот, типа, их, вот, решеток, вот, типа, вот, как Манхэттена, или, вот, там, Барселона, и так далее, вот, какие-то, вот, авиеню и стриты, они, вот, по планированию, и вот, в Питере тоже все вот эти, вот, эти, вот, эти, вот, Аспекты, это все длинные и прямые улицы, и все, они хохотят для, вот, процесса самоорганизации. И вот, вот, Барис долгое время разбирался, развивался по улице самоорганизации, вот, поступил, там, 19-й век, и, значит, центр оказался совершенно неприспособным для транспорта. И вот, порону Осману, значит, Наполеон Третий приказал, значит, модернизировать транспорт. Вот, уличный транспорт, ну, в Сене, в Париже, в Париже, в Париже, а значит, вот, например, там, департамент Сена, вот, этот самый барон Осману. Кстати, Московский транспорт, ну, и все-то тоже сильно не были, не делали. Совершенно верно. Новый Арбат сделали, расширяли улицы Тепальминградского, проспекта улицы Горького, теперь Тверской. Да, совершенно верно, очень хороший пример. Раньше Тверская была очень непрямая улица, да, такая же кривая. Сейчас ее выпрямили очень сильно. И угла, и узкая, да. А сейчас она широкая и прямая стала. Вот. Она вот в судовых ребят, кто не ходит. Да, почему-то, да, не знаю. Вот. Значит, и вот барон Осман, значит, вот он, видите, вот это красно обозначили те проспекты, которые он проложил во время своего правления, будучи перфектом. И вот, видите, совершенно изменился центр Парижа, вот сам Тверская, вот прямые Кульвары. Причем Кульвар Осман есть там. Уважают длинные улицы, где стоит память этому самому пацану, а потом уважают. Вот. А вот Лондон. Лондон в последнее время стал перегонять Париж к посетям туристов. И не последнее, но лучше, благодаря вот такому человеку, как Курман Костер. Наверное, слышали эту фамилию. Это самый сейчас, наверное, дорогой, знаменитый архитектор. У нас его пригласили делать вот этот музейный короток вблизи этого самого, вот, ну, где Кушкинский музей там. Хотя до сих пор еще вопрос еще не всякого слова. Ну, кто отказывает. Ну, там вообще, у нас сами не понимают, что хотят. Как я понимаю, как мы... И трудно работать с людьми, которые не понимают, что хотят. Поэтому там все это очень долго идут переговоры. Что же там, в конце концов, будет. Вот. А он, например, здание Рестарта в Гарлине, он проектировал новое здание Купола Рестарта. Видели? Да? Можете посмотреть в интернете. Вот. 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 И вот, в том числе, Миллениум мост, пешеходный мост, это тоже он спроектировал. Вот открылся он, Миллениум, это самое название говорит, что он был за 2000 году. И был там казус такой при его открытии. Когда ринулись пешеходы, это пешеходный минус. С собой в концов он стал все делать в Рестарта. Нет. Он не так стал раскачиваться, а вот так стал раскачиваться. И это объясняется явлением синхронизации. Так вот, объяснил это первым никто иной, как Джозетсон. Тот самый эффект Джозетсона, который вы, наверное, изучаете, да? Вот. Там же явление сверхпроводимость и так далее. Есть такое. Пешеходы не тумулируют. Боже. Так вот он, вот этот человек, вот я просто говорю, первым, на следующий день после этого, когда это произошло, он в журнале, в газете «Гордян» публикал статью, где вот качественно, да, сказать, что это не резонанс, а это синхронизация. И потом появились и так далее. Вот этот сам Джозетсон, ну, интересный человек, вы знаете, да? Практически он Нобелевскую премию получил за дипломную работу студенчеству. В 19 лет или 20 лет он защитил эту дипломную работу. А вот через несколько лет, там, через 10 лет, получил Нобелевскую премию за эту работу. Вот. Так вот, и да, а потом он увлекся этой самой телепатией, типа, и все решили, что у него поехала крыша. Вот. Так вот, и крыша у него, оказывается, не поехала, все-таки. И вот он первым предложил, так сказать, вот объединение этого явления, которое сейчас есть полное... Это было телепатические эффекты. Вот. 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 И... Короче, он объяснил это, потом его закрыли, по годы там, там уже все усиливали, там разные... Делали защиту от телепатии. Вот. И сейчас его снова открыли, и он уже как не колышется. Вот. Телепатические реализации, реализация, жесткость, наверное, была не достаточной. Так вот, вот. Вот. И вот, города... Делали паустрей. Делали паустрей. Вот. Все светится, это города США. А это вот, города всего мира светятся. Все указано, что не красным светится. Красным светом, да. Красным светом, да. Вот. Это вот мегаполисы светятся там. И так далее. Все. Пабло Пикассо, превращенный в сетевую структуру. Каждый блок – это узел сети, а два узла соединяются с соседней. Вот сетевая структура – это сетевая структура. Это сетевая структура – это сетевая структура. Можно это сделать сетевую структуру по графику. В серединке было зависело от времени, от количества объектов. Отноценение было? Нет, отноценение было. В отношении сетевого подхода есть и грубые ошибки. Сделать на основе науко-метрических показателей заключение о том, что сетевая математика – это часть физики – это ошибка. Вообще говоря, наука объединяется определенными методами. Теория сетевая структура отличается от косметики. Есть методы. Говорят физику как науку. Активное использование науко-метрического подхода приводит к развалу науки. Точно так же, как педометрия приводит к развалу системы образования. Я предположил, что это очиститель физики… Да. Спасибо. Спасибо.